Добрый вечер! Спасибо за Ваше представление, Владимир. А также спасибо всем Вам за то, что Вы сегодня с нами. К сожалению, врач не знает больше, чем спасибо на русском языке, поэтому с нами будет говорить наиболее на английском. Наверняка все мы знаем, что такое аэрведа. И наверняка многие из Вас уже имеют свой личный опыт, либо много знали, изучали, например, как Татьяна Карган. И, ну, однако, позвольте врачу все-таки попытаться объяснить, что же такое аэрведа и ее особенности. Многие пациенты спрашивают, а зачем же нам обращаться к аэрведе, если есть современная медицина? И на это есть очень простой ответ. Многие из нас со временем понимают, что у современной медицины есть те или иные ограничения. И второй очень важный момент заключается в том, что у современных химических препаратов есть свои достаточно серьезные побочные свойства. Однако у аэрведа совершенно другой подход к лечению. Например, в современной медицине, да, если есть какие-либо инфекции, заболевания, пусть их не будет, но, допустим, такую ситуацию, то, конечно, врачи назначают какие-то антибиотики, которые уже прошли лабораторные исследования. И их, как правило, назначают поголовно всем тем людям, у которых имеется эта инфекция. И это помогает. В аэрведе же все по-другому. В аэрведе лечения полностью индивидуально. Врач подбирает лечение, то, которое будет более эффективно непосредственно этому или тому пациенту. То есть врач обращает внимание не просто, на какое заболевание у пациента имеется, а врач обращает внимание и лечит пациента как единое целое. Что же в данной ситуации, как аэрведа лечит? Представьте такую ситуацию. Если есть две женщины, примерно в возрасте 50-60 лет, одинакового возраста, с одинаковым проблемой со здоровьем, например, остеопорозом, и обращаются к аэрведическому врачу, то в такой ситуации вполне вероятно, или, скорее всего, врач назначит для каждой из этих пациенток абсолютно разное лечение. Конечно, это связано с тем, что врач обращает внимание на телосложение пациентки, на ее рацион питания, на климат в той местности, где она проживает, на предпочтение в вкусе и много-много других нюансов, конституцию тела и так далее. Поэтому даже пусть есть два пациента с одинакового возраста, с одинаковыми проблемами со здоровьем, но лечение аэрведического врача будет абсолютно разным, потому что всегда врач назначает лечение индивидуальным. Основа аэрведа заключается в том, что очень важно достичь некоего баланса, равновесие между нашим телом, разумом и духом. Это такой ключевой момент в аэрведе. И если рассматривать, на что же она в первую очередь нацелена, то речь идет о превентивных мерах. Аэрведа объясняет нам, что необходимо сделать, как позаботиться о своем организме, чтобы предотвратить появление тех или иных заболеваний. И лишь во вторую очередь в аэрведе направлено на то, чтобы лечить уже имеющиеся заболевания. Аэрведа показывает нам путь, как очень легко и просто улучшить свое здоровье. И, например, в наше время существует большое количество различных заболеваний. Многие из них распространены, например, как холестерин, повышенный холестерин. В Белокуссии или в других странах многие страдают от этого. И Аэрведа представляет, дает нам очень легкий путь. Можно использовать то, что подружно. И врач думает, что наверняка у вас здесь продается кокос или есть наличие. И в наше время ведутся такие исследования, как кокос влияет на уровень холестерина у пациентов и имеются хорошие результаты. И врач предлагает, или предлагает попробовать взять кокос, а именно кокосовую скорлупу, не мякоть, и прокипятить ее, и использовать данный отвар. И это обычно приводит к хорошим результатам в плане снижения уровня холестерина. Врач ни в коем случае не пытается создать у вас такое впечатление, что Аэрведа может вылечить все вподряд, как нечто волшебное. Нет, Аэрведа это не волшебство. И нужно понимать, что вы обращаетесь за медицинскими услугами. И очень важно обращать внимание на того, кто осуществляет их. Например, врач. Это должен быть квалифицированный врач. В Аэрведе очень серьезно относится к медицине. И Аэрведические врачи получают должное образование, прямо как здесь получают его современные врачи. Например, существует большое количество учреждений, где Аэрведический врач получает свое образование. Где-то 60-70 колледжи и университетов. И сначала врачу необходимо около 6 лет, чтобы получить образование базовое. Затем для более специализации, более углубленного изучения потребуется еще 3 года. Ну и, конечно, потом врач набирает практику многие года. В общем и целом, на обучение врача уходит столько же время, сколько здесь тратят наши врачи современной медицины. Затем очень важно, чтобы врач, который получил образование, получил право на осуществление медицинской деятельности. И в наше время на территории Индии, даже в самых простых деревнях, существуют не только современные больницы, но и аэрведические. Настолько эта система распространена и контролируется государством. Какую деятельность, как обычно осуществляют врачи? Например, он может назначать препараты, лекарственные препараты для пациента. Однако для органического врача это не самая главная задача. Органический врач, в первую очередь, показывает путь пациенту, а именно дает рекомендации по питанию, по образу жизни. И в данной ситуации очень важно понимать, насколько важна роль самого пациента, чтобы он вник во все эти рекомендации и исследовал. Например, про лечение одной из распространенных болезней на сегодня. Псориаз. Наверное, вы все знаете, что это кожное заболевание. Роль пациента в лечении псориаза очень важна. Врач может дать рекомендации по питанию, потому что с точки зрения аэрведы псориаз возникает или усугубляется именно из-за неправильного питания или неправильной комбинации тех или иных продуктов. И очень важно, чтобы пациент соблюдал рекомендации врача. Что у нас обычно происходит? В клинику попадают пациенты с псориазом. Соблюдают все рекомендации на территории клиники. Уезжают домой с достаточно хорошими результатами, когда псориазы, пятна, практически пропадают или становятся менее видными. И, однако, пациенты через год-два возвращаются, потому что в свое время они не полностью вникли в рекомендации и не очень осознали их важность. И приходится снова объяснять. И это врач ведет к тому, что очень важно понимать, как пациент должен содействовать и слушаться всем рекомендациям аэрведического врача и насколько это важно. И еще, в добавок к лечению псориаза, когда речь шла о неправильных комбинациях продуктов питания, врач говорил о простом принципе, например, не сочетать морскую продукцию с молочными продуктами. Либо при кожных заболеваниях часто следует исключить или не злоупотреблять морскими продуктами, например, креветками и так далее. Ну и, конечно же, очень важна роль пациента в том, чтобы они сами обращали внимание и чувствовали, обращали внимание на свой организм, что для него хорошо, что для него вредно. Таким образом, пациент сам себе может помочь. В наше время в практике врача есть пациенты, которые, например, обращаются в клинику, и пациенты возраста от 20 до 30. И они приезжают, жалуются, например, на рефлекс, на жжение в грудной клетке, в груди. И врач в силу своего опыта, в силу своих знаний, в силу просто наблюдения понимает, что на данный момент это заболевание или симптоматика на таком уровне. И врач может даже спрогнозировать и понять, во что это может вылиться в будущем. И поэтому врач сразу пациенту дает те или иные рекомендации. Потому что лучше сразу предотвратить развитие заболевания, чем в будущем страдать от более серьезных болезней. Например, это синдром раздраженного кишечника, это заболевание крона и так далее. В таком плане, в такой ситуации, можно сказать, что Аймеда пристально смотрит в будущее и помогает, скажем так, инвестировать в наше время, в свое будущее, в свое здоровье в будущем. Перед тем, как начать лечение заболеваний, в Аймеде необходимо понимать, в связи с чем оно появилось, что послужило причиной этого или того заболевания. И в Аймеде выделяют целый ряд, целый курорт причин. Например, первые, генетические. Это те заболевания, которые у нас появляются на момент рождения. Некоторые из них можно успешно вылечить, а некоторые можно только в своем мире отчасти исправить. И даже в Аймеде есть такой концепт, кармическая коррекция, когда своеобразные заболевания, которые возникают, и это связано с тем, что, может быть, в прошлой жизни, в предыдущих жизнях были какие-то не очень положительные деяния. И эти кармические коррекции помогают отчасти улучшить состояние здоровья в этой нынешней жизни. Следующее группы заболеваний – это физическое повреждение или изнашивание организма. Например, это проблемы с суставами, которые с возрастом изменяют свою структуру. И в данной ситуации в Аймеде есть такая ветвь, которая отвечает за... которая называется марма. Это в Аймеде насчитывают около 107 точек марма. Это такие жизненно важные точки, в которых очень активная энергия протекает в нашем организме. И воздействуя на точки марма, можно очень хорошо и эффективно лечить подобного рода заболевания. А именно это, например, синдром замороженного плеча, либо различные проблемы в плане ортопедии, нейрологии. Также ряд заболеваний возникает из-за смены сезонов. И в такой ситуации для каждого сезона Аймеда дает свои рекомендации. Например, для зимнего сезона Аймеда рекомендует использовать больше, чем обычно, определенные специи или придерживаться именно теплого питания, теплой температуры. Либо Аймеда рекомендует, как часто можно использовать те или иные специи, либо как часто выполнить те или иные действия. И это помогает превратить те заболевания, которые возникают именно в определенный сезон, в данном случае зимой. Также есть ряд заболеваний, которые возникают у нас с возрастом. С возрастом организм изнашивается. И это оказывает влияние на наше здоровье. В данной ситуации Аймеда рекомендует простые три метода, которые вы можете использовать в поле повседневной жизни. Первое – это Абьянга. Это массаж с маслами. То есть вы можете нанести на свое тело масла. Такой самомассаж. И это рекомендуется делать ежедневно. Второй момент – это выполнение упражнений, физических нагрузок по умеренному объеме. И третье – нужно в день получать как минимум 10 минут солнечного света. Также в наше время очень распространены заболевания, которые возникают из-за нашего эмоционального неуравновешенного состояния. И, конечно, в наше время есть много-много различных советов, которые говорят не нужно расстраиваться, нужно быть счастливыми и так далее. Как нужно вести себя. Много-много советов. Однако говорить и советовать всегда просто, а практиковать это в жизни не так легко. Однако Арведа – особо практическая практика или медицинская наука. И все мы, люди, мы можем злиться, мы можем быть депрессивными и грустными. Но Арведа может нам подсказать, как же предотвратить заболевание, которое возникает из-за нашего эмоционального состояния. Первое, и это достаточно просто, Арведа рекомендует, постарайтесь развивать в себе щедрость. Щедрость в отношении к родителям, к тем, кто вас окружает, даже пусть к Вселенной, к высшим силам, ко всему, что вокруг нас. И второе – благотворительность. Постарайтесь практиковать щедрость и благотворительность. Наряду с этим Арведа дает рекомендации по питанию. Конечно, рекомендации по питанию в Арведе большое количество и очень глубокие, комплексные подходы. Однако необходимо понимать, что да, в современном мире мы работаем, едим на работе, либо мы где-то путешествуем. Все равно где-то что-то мы едим, и мы понимаем, что это не совсем правильная еда, неправильное питание, однако все равно мы это допускаем в связи с теми условиями, которые есть. И, конечно, люди на это все смотрят с таким вниманием. И врач говорит, что есть очень простой момент, который можно использовать всем и всегда. Это используйте, например, первое – куркуму, в своем питании. Будет достаточно одной щепотки куркумы в день. Второе – это использование листьев кари. Наверняка у вас будет возможность их найти, потому что это достаточно популярное растение – листья кари, зелененькие такие. И врач рекомендует третий момент – это голодание в течение одного дня. Можно пить теплую воду в течение дня, но без призмов пищи. И врач рекомендует третий момент – есть четыре основания для третий момент. Один – это реставрировать баланс, как я уже говорил, между мозгом, телом и духом. И это, в основном, это идет через знание, знание о вашем здоровье. Конечно. На что же нацелена Орведа? Какие задачи она перед собой ставит? Самое первое – это восстановить баланс. Баланс между нашим телом, разумом и духом. Как правило, это возможно только когда мы знаем, в каком состоянии наше здоровье и наш организм находится. Конечно, Орведа помогает снизить симптоматику. И для этого в Орведе проводят различные процедуры и принимаются медикаменты. И четвертая цель – это укрепление духовности пациента, духовную силу, дух. И сейчас мы перейдем непосредственно к диагностике, что врач использует для диагностики пациента. В первую очередь, это большое количество различных методов, на что обращаю, или много моментов, на которые обращает врач внимание. Например, первое – пульс или надень. Наверняка вы знаете, что, согласно Орведе, есть три души – варка, бита и капа. Когда врач меряет пульс, он может их почувствовать и прочувствовать их. Помимо этого, каждая из душ имеет свои пять подтипов. Хороший, квалифицированный врач может их хорошо прочувствовать и понять, в каком состоянии пациент находится на данный момент. На ряду с диагностикой пульса врач обращает внимание на мочурка у пациента, на то, как выглядит его язык, как звучит голос пациента. Даже на ощупь врач может почувствовать по температуре холодные, холодная, теплая кожа, либо жесткая, либо мягкая. Много-много таких нюансов. Также врач обращает внимание, осматривая глаза, уточняет, какое зрение у пациента. Ну и, конечно же, врач обращает внимание на общее телосложение. Врач хотел бы обратить ваше внимание на такой важный момент, какие должны быть взаимоотношения между пациентом и врачом. Взаимоотношения врача и пациента играют большую роль. Когда пациент находится в больнице, клинике, и его ежедневно встречает, навещает врач, у них должна наладиться такая хорошая взаимосвязь. И пациент должен ощущать, насколько о нем заботится врач. Потому что это очень важно с точки зрения целого ряда заболеваний, которые в нашу жизнь называют психосоматические. Наверняка вы знаете заболевания, которые возникают из-за взаимосвязи нашего разума и тела. В эту группу психосоматических заболеваний входит гипертония, синдром раздраженного кишечника, также псориаз, экзема, различные язвы в нашей пищеварительной системе. Также необходимо врачу наладить хорошую взаимосвязь с пациентом, например, с такими пациентами, которые уже в возрасте, и у них снижается острота органов чувств, либо они очень легко раздражаются ввиду тех болей, которые испытывают. Поэтому очень важно, чтобы врач хорошо понимал пациента, и пациент хорошо понимал врача, потому что в данной ситуации речь даже идет о некой взаимосвязи, когда энергия врача передается энергией пациента. И это тоже является очень важным ключевым моментом в ходе лечения. Как же орёда подходит к лечению? Орёдический подход к лечению – многознародний, комплексный. Конечно же, в ходе лечения пациент проводит различные терапии, процедуры, которые непосредственно воздействуют на него снаружи. Также в ходе лечения пациент проходит панчакарму, то есть 5-7 процедур лечения для очищения. Однако не все 5 обычно проводятся, а лишь те, которые врачу считают необходимы тому или иному пациенту. Для каждого пациента подбирают или даже производят препараты, которые именно для него будут более эффективны. Также врач дает рекомендации по питанию, врач назначается занятие йогой, в некоторых случаях врачи прибегают, советуют медитации. Даже в некоторых случаях врач может побеседовать с пациентом по душам, если это необходимо. Нарвание с этим обычно врач дает рекомендации по образу жизни, с точки зрения лечения, что и как нужно подкорректировать. Ну и, конечно же, врачи рекомендуют те или иные физические нагрузки. Очень важной частью лекарственного лечения является фармакологическая составляющая, а именно лекарственные препараты. С древних времен, даже в древних трактатах классических, было описано более или около 3000 лекарственных трав, большая часть которых и по сей день используется. И причем из них, из этих трав, готовят препараты в отдельном разной форме. Как правило, лекарственные препараты состоят из большого количества трав. То есть они многокомпонентные. Это связано с тем, что они направлены на лечение заболеваний, которые имеют множество причин. По форме своей варюледи существует большое количество препаратов. Например, это кашлая или отвары, концентраты. Также варюледи есть ферментированные препараты. Например, когда отвары оставляют в специальном помещении, в специальном условии на полтора месяца. И они проходят естественный процесс выражения. Также есть электуарии. Там лекарственные ги, электуарии, например, это пастопразные, кремообразные лекарства. Это различные порошки. Это различные масла. Когда речь идет о маслах, мы не можем сравнивать это с парфюмерными маслами. Как правило, аэргические масла состоят из более 30-50 ингредиентов. Берется базовое масло, и оно готовится вместе с большим количеством лекарственных трав. В наше время существует большое количество наименований. Аэргические массажные салоны, аэргические спа, аэргические резорты, аэргическая клиника. Однако не следует недооценивать аэрведу. Когда речь идет об аэрведе, неправильно думать, что это только массаж. На самом деле аэрведа – это очень комплексная медицинская система. Это специально-эрведа. Это специально-эрведомная степень. В среднем специально-эрведе. Но это же специально-эрведомная степень. Я просто показываю вам примеры. Это практическое действие, которое вы можете практические. Например, в оптимизм. Для обычной медицинской системы, это очень комплексная степень. В каждом даче. Это специализация, которое делается в институте или в городе, это сложный вопрос, который должен быть сделан из экспертов. Но эти специализации могут быть очень простыми, которые будут практичены в домашних 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 домашних. Например, для здоровья глаз можно использовать кастровое масло, наносить его в зоне глаз. И это называется анджема. Конечно, стоит большое количество лекарственных ингредиентов, которые можно использовать для обработки глаз. Однако кастровое масло всегда есть в наличии, и его также можно использовать. Пожалуйста, обратите внимание, что это такие общие рекомендации, и врачи и говорит без учета каких-либо специфических особых заболеваний, потому что у каждого препарата или у каждой процедуры могут быть свои противопоказания. Если вы в общем и целом достаточно здоровы и не имеете особо заболеваний касаемо глаз, можно использовать кастровое масло, то есть наносить его в зоне глаз. Это поможет, чтобы ваши глаза сияли, чтобы ваше зрение было более четким и ясным. Таким образом, в гастроэтерологии есть простая практика, которая поможет вам избежать многих гастроэтерологических проблем. Аналогично есть ряд рекомендаций по гастроэтерологии, то есть те моменты, которые вы можете использовать для предотвращения проблем с бесчеловечной системой. Например, что именно врачи рекомендуют вам для улучшения работающей системы? Это полоскание рта с помощью теплого кунжутного масла. Либо наряду с этим необходимо чистить язык раз в день. Предпочтительно выбирать более мягкий скребок для очищения языка. Ну и, конечно, третий момент – это использование чеснока. В наше время многие люди избегают чеснока, потому что у него есть едкий запах. Однако врачи рекомендуют вам поставить хотя бы 2-3 зубка с едой в день. Либо можно использовать другой вариант. Сейчас есть разный вариант, когда чеснок в таком виде, что он имеет не столь выраженный запах. Да, эффект от него будет чуть меньше, но из грузов меньше. Аналогично для проблем по гинекологии или для их предотвращения, врачи рекомендуют использовать ежедневное шатавание или это аптечная спаржа. Также вы можете давать по щекотке в день куркупы своим детям. Это поможет предотвратить большое количество инфекций у детей. И для тех, кто хотел бы улучшить состояние своего разума, врачи рекомендуют практиковать медитации, а также использовать чистое отопленое масло, чистое гей. На самом деле, чистое гей является самым лучшим средством для нашей умственной деятельности, для нашей памяти, для всего того, что касается нашего разума. По сравнению с тем древним временем, когда это было сформировано, в наше время появилось большое количество новых заболеваний, которые ранее не были описаны. Как правило, это заболевания, которые возникли из-за нашего образа жизни. Это онкология, это болезнь Альцгеймера, это диабет, это проблемы с печенью, с сердцем, катаболические нарушения. Таким образом, раз появились новые проблемы, новые заболевания, то и когда есть спрос, есть предложения, появились и новые пути разрешения этих заболеваний. Однако, что сам пациент для себя может сделать? Как он может положительно, что ему необходимо сделать, чтобы самому контролировать свое здоровье? Здесь есть очень простая рекомендация. Например, использование масел. Можно использовать кокосовое масло, то есть для приема внутрь. Его можно добавлять при приготовлении пищи, либо даже врач знает, что некоторые пациенты используют кокосовое масло холодного аржима. Просто ежедневно ложкой по чуть-чуть принимать внутрь. А также можно использовать масла для применения снаружи. Например, наносить уже не кокосовое, а кунжурное масло. Наносить теплое кунжурное масло на кожу. Также врач рекомендует. Постарайтесь включить как можно больше риса, свой ратун питания. Конечно, он понимает, что в вашей культуре преобладают именно пшеницы и хлеб. Однако постарайтесь... Из Беларуси это птица. Из Беларуси это птица. Однако постарайтесь включить рис в свой рацион питания, хотя бы 50 на 50. Потому что с точки зрения лечения тех или иных заболеваний, рис играет очень важную роль. Когда рис на овесе, врач имел в виду и обычный рис, и особенно бурый коричневый рис. Наряду с этим, наверняка все вы знаете, что в нашем риме мы используем большое количество белого сахара. Рафинированного сахара. Конечно, необходимо сокращать использование белого рафинированного сахара. Это очень важно. Также мы очень часто используем консервированную пищу. Или пищу с консервантами, либо с различными добавками, которые усиливают вкус. Конечно, все это нужно брать под контроль и снижать, использовать таких добавок в своей пище. Потому что это может оказать, это оказывает плохое влияние на здоровье. И в конце концов это может привести к онкологии, либо другим серьезным заболеваниям. Вы знаете такой концепт «Панчи карма», который нам помогает не просто очистить организм. По идее, в наше время все, что нас окружает, только провоцируется и приводит к тому, что в нашем организме накапливаются токсины. Это зависит от нашего питания, из-за неправильного питания, из-за неправильных вызов деятельности. И даже из-за нашего восприятия мира, если что-то вокруг нас происходит неправильно. Например, из-за того, что мы смотрим по телевизору, или из-за того, что мы смотрим, видим по интернету. Даже в нашей жизни то, что нас окружает, что мы видим вокруг себя, если это оказывает негативное влияние на наш разум, то в конечном итоге это привозит только к накоплению токсинов в нашем организме. И в данной ситуации Амеда помогает, а именно Панча карма, вывести эти токсины из организма. И в Амеде есть еще такое понятие «шрот», «шротас». Это каназур в нашем организме. Как правило, именно они забиваются токсинами. И Панча карма помогает прочистить эти каналы, чтобы вся срубляция нашего организма происходила должным образом. Панча карма помогает нам не просто очистить организм, но она еще и помогает вылечить те или иные заболевания. Например, в некоторых случаях Панча карма помогает даже избавиться от мигрени, либо помогает при лечении различных проблем с суставами, например, ромодойная артрития. Даже Панча карма эффективна при такой серьезной теме, как бесплодие, мужской или женской. В данной ситуации обычно необходимо более длительное лечение, месяц или более. Однако в Амеде есть хорошие результаты лечения. Врач хотел бы обратить Ваше внимание, насколько важную роль играет наш разум для нашего здоровья. В нашем современном мире все мы поближе к стрессу. Правильно это связано с нашим образом жизни, который не всегда правильный. Очень часто мы тревожимся, беспокоимся, либо находимся в депрессии. Часто имеются проблемы в взаимоотношениях в семье, либо в социуме. Все это оказывает негативное влияние на наш разум. Наряду с этим есть целый ряд напитков, которые мы можем использовать в последней жизни для своего здоровья. Например, использовать некоторые продукты питания, которые будут действовать на нас как лекарства. Например, это паттерминк. Это лично между молочным напитком или пахта, или кефир, или кислым молоком. Называется паттерминк. Также можно использовать чеснок, куркуму. Можно использовать ашлаганта. Наверняка она здесь есть в наличии в продаже популярный медикамент. Асофитида, семя пожитника и многие другие продукты питания или специи, которые можно использовать как лекарства. Они помогут не просто улучшить ваше пищеварение, но они помогут улучшить огонь на клеточном уровне. В ряду с этим вы можете для поддержания огней использовать целый ряд продуктов, например, как овсу, грецкий орех, горькая тыква, ячмень, пшеница, марш, мед, индийский крыжовник. И, насколько врач понимает, здесь в Белоруссии нет такой практики, что люди пьют именно теплую воду. Однако он рекомендует вам использовать теплую воду для питья в течение дня, потому что это помогает в улучшении многих заболеваний. Также наряду с этим очень простой момент, но он очень оказывает незладимое влияние на ваше здоровье. С вечера вы можете налить воду в медную посуду и с утра эту воду выпить. Это поможет не только в очищении вашего организма, но и помогает укрепить иммунитет. Сейчас врач предлагает нам посмотреть видео, и после этого он придает слово Дмитрию, доктору Дмитрию, которая специалист в этой сфере, а также Татьяне, которая очень много знает. Наверняка они могут что-то подкорректировать в речи врача и, конечно же, от себя рассказать свое мнение и впечатление. Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна Курбот. Я живу в Минске, и так сложилось, что три года назад я открыла для себя юрведу. На тот момент мне было всего лишь 29 лет, и, должна сказать вам честно, уже спустя три года, которые я практикую поездки в Индию на юрведическое лечение, на программы очищения, я понимаю, что открыть для себя юрведу в таком раннем возрасте, это, конечно, было большим подарком моей судьбы. Потому что то, что происходит с моим ощущением себя, с моим эмоциональным состоянием, с моим здоровьем, с моей внешностью, благодаря поездкам в Индию ежегодно, это... Но самое интересное, что, помимо того, что я работаю в сфере пиара, продвижения, работаю с крупнейшими компаниями нашей страны, я еще веду блог о здоровом образе жизни. И после своей первой поездки в Кералу, в клинику Раджа и Юрведа Вич, я написала достаточно подробный, большой и очень основательный отзыв о своем опыте, о своем экспириенсе, о том, что я получила благодаря этой поездке, о том, что я узнала об юрведе и так далее. И вы знаете, вот уже три года каждый день, я не преувеличиваю, каждый день я получаю письма, сообщения в Инстаграм, сообщения в мессенджеры, в мой номер телефона найти несложно в Интернете, сообщения в Фейсбук и во все другие каналы, какие только возможны, я получаю сообщения от людей со всего мира, со всего мира, со всех континентов. Ну, конечно, это преимущественно русскоязычная аудитория. И они сначала спрашивают у меня о том, правда ли, что Юрведа так эффективна и так хороша. Далее спрашивают про клинику, едут чаще всего именно в ту клинику, которую я упоминаю, потом возвращаются и пишут мне огромные благодарности, кучу позитивных впечатлений и говорят, что они поедут обязательно снова. Но самое ценное, когда они начинают писать спустя время еще. Сначала они написали спасибо, потом они пожили, почувствовали себя и вернулись и написали снова, и сказали, что их самочувствие действительно очень сильно изменилось в лучшую сторону. То же самое могу сказать и о себе. Каждый год я ездила с определенными запросами, с определенными, несмотря на то, что возраст у меня еще такой, можно сказать, юный, и проблем особых в организме не наблюдается, но на самом деле у меня очень стрессовая работа, она подразумевает огромное количество контактов, огромное количество информации, которую приходится перерабатывать, большое количество сложных проектов, коммуникаций и так далее. Работа очень стрессовая, скажу честно. И стресс – это, наверное, самый главный запрос, с которым я приезжаю в клинику уже третий год. И вы знаете, поначалу люди, которые на меня подписаны в социальных сетях, они с такой легкой долей скепсиса и недоверия относились к айургеде как к методу воздействия на организм. Но вот уже третий год подряд, когда они видят меня в первый день, меня где-нибудь в Инстаграм, меня на двадцать первый день после трехнедельного лечения, тут, вы знаете, слова вообще, они вообще не нужны, потому что на лице все написано и все отпечатано. Как человек выглядит, как он себя чувствует и так далее. Я, конечно, ездила, уже три раза ездила в клинику «Урожай Юрведа» и продолжу ездить туда же, потому что я считаю, что нет смысла искать что-то лучшее, если тебе реально все нравится. Более того, вы знаете, я сейчас ни в коем случае не пропагандирую или не агентирую за какую-то конкретную клинику. Я считаю, что каждый должен выбрать то, что нужно ему. Но в силу того, что я очень ответственно подхожу к той информации, которую я делюсь со своими подписчиками, а их несколько десятков тысяч суммарно. Я очень внимательно и очень много общаюсь с людьми, которые приезжают на Юрведу в то же время, когда езжу туда я. Так вот, очень много людей, которые практикуют Юрведу уже 5-10 лет, и они говорят, что когда они находят именно эту клинику, хотя они там перебывали уже во всех, и в самых дорогих, и в самых суровых, и в каких-то аутентичных и так далее, они останавливают свои поиски и продолжают ездить конкретно сюда. Это, конечно, очень круто. Если вас интересует Юрведу, покупайтесь в этом глубже, узнайте подробнее. Я очень рекомендую каждому из вас хотя бы раз съездить и попробовать. Потому что сколько угодно можно рассказывать на словах, но это все равно никогда в жизни не передаст тех ощущений, которые вы испытаете, попробовав один раз. Спасибо большое. Сразу решили тему. С возрастом снижается кислотность желудочного сока, и это ведет к пищевым дефицитам. Например, плохо усваиваются витамиды и минералы. Как это можно компенсировать в металлимахмеды? Что об этом предлагается вам в данной ситуации? Это использовать на ежемейной основе бахну или молочный арбиток, то есть батармилк, использовать куркуму, асофетину, и семя пожитников. Это будет действительно эффективно. Дмитрий, что вы думаете в этом поводу, как врач? Дети тоже, да. Дети тоже будут полезны. Конечно, ответ тоже будет полезен. Остеопороз у женщины в возрасте. Профилактика и лечение в Эрмиде. Какой совет может дать доктор для профилактики? В плане рекомендаций для лечения или профилактики остеопороза. В Эрмиде есть три направления, которые могут воздействовать на него. Например, да. Первое. Есть такое лекарственное масло. Называется Ганга Тайла. Обычно это масло не даже при его внутре. Если этот капель добавляется в воду или в теплую мангу, вы принимается. Следующий второй метод – это непосредственно процедуры, которые снаружи воздействуют на вас с различными лекарственными маслами. И также необходимо понимать и для внимания третьего момента – это гормональные изменения у женщин в возрасте, из-за которых, в принципе, и появляется такая проблема, которую мы обсуждаем. Поэтому получается как? Нужно воздействовать еще и на гормональный дисбаланс, то есть комплексно подходить. Ну и самое простое – это первый момент, с первого ряда с ребенка добавлять потом масло Ганга Тайла в теплое молоко и принимать. Ганга или Ганга Тайлан. А как думать? Скорее? Постоянно? Всего дня. Всего дня. Всего дня. Всего дня. Всего дня. Потому что 8-10 пропсов в день, с двумя, с двумя, с двумя. Время, как регулярно. Да. Можно принимать длительное время. То есть врач говорит именно о приеме на ежедневной основе. Берете 8 капель этого лекарства масла, добавляете в воду или в молоко и принимаете. Масла называется Ганга Тайлан или Ганга Тайлан. Прием этого препарата, необходимо принимать на ночь, перед сном. И врач даже объясняет, что приготовление Ганга Тайлан происходит с особым методом. Сначала берут кунжутное семя, помещается в его проточную воду, помещается это семя в проточную воду на месяц. И только потом смешивают с ингредиентами, и непосредственно нажимают из этого сибирь на стол. Расскажите о программах, которые у вас есть для лечения. Может какой-то... или посоветуйте какой-то минимум дней для начала. Итак, по поводу эффективности на курсе лечения для начала. Если у пациента нет особых проблем со здоровьем, то для начала, чтобы раскрывать, можно приехать 3-3 недели, 7 дней. Если состояние здоровья ненормальное, без особых случаев, для того, чтобы более основаренно пройти лечение, необходимо где-то 2-3 недели. То есть примерно за 2-3 недели можно и умаслить организм, и его разогреть. Это снегано и светанно. А также врачей с внутренним людям, чтобы его очистить. По поводу программ лечения. Это очень обширная тема, и вы можете даже, если планируете военное лечение, заранее связаться с клиникой, и они вам посоветуют в вашей моментальной ситуации, чтобы и более подходить. Следующий вопрос. Чаван Праш. Как правильно принимать и основное направление действия? Чаван Праш достаточно распространенный и популярный препарат. Он помогает... Чаван Праш из ряда Рассоэта. Он помогает омолодить и укрепить организм. С другой стороны, он помогает укрепить иномную систему. Однако гейля, конечно, пользуется целый рядом заболеваний. Однако необходимо понимать, что да, чаван Праш очень популярен, но его состав не просто травы, но и используются и для его приготовления, и разные виды сахара. Поэтому не всем можно так легко и просто принимать чаван Праш. Например, перед приемом нужно обратить внимание на свой уровень холестерина, а также на уровень сахарной крови. В принципе, в нашей компании мы производим и Чаван Праш, который сахарный, а также у нас есть несколько этих ингредиентов Чаван Праш. И если мы рассматриваем какой-то общий вариант приема Чаван Праш, для людей добрых лет сахарной крови, это повышенный уровень холестерина, то можно принимать по 10 грамм косты до ночи и за 5 стаканов теплой воды или теплого влага. Если какой-то сезон для лучшего времени на лечение. По идее, наши клиники находятся в Керале, и для Кералы есть какая-то гравитация с точки зрения обеды. Самое подходящее время – это сезон дождей. В принципе, в течение всего года можно приезжать на лечение, за исключением апреля и мая, потому что это лето, и в Керале очень жарко. Какие рекомендации? Айрюэда дает по нормам воды в день. Или только нужно пить по ощущению жажды? Нужно ли апрельное питье при болезни? Конечно, пить воды очень важно. Однако, всегда есть некоторые примеры. Например, апрельное питье в воде не очень интересуется в оправданных вниманиях. Например, на рекламе по нашей почте. Когда следует отличить апрельное питье в воде. Либо, например, диабет. При нем, наоборот, чувство жажды более обидное, более активное, чем обычно, и у организма в своем оправданности жажды. А так, помимо каких-либо особых случаев, если мы рассматриваем данный вопрос в общем и целом, то врач иноменует пить воду тогда, когда у вас есть жажда. Потому что именно с помощью жажды пройдет нам символизирует, что его нужно много. Скажите, пожалуйста, каким методом лечится витилин, белые мята на коже, когда они вырабатываются на мелатонин. В армии есть много древних трактатов, которые рассматривали витилин, лечение витилин. Также в нашем мире происходит много исследований в данной сфере. Врач может назвать такой препарат, как консула рачи, лекарство, которое используется для лечения витилина. И обычно всегда есть, как очень успешные результаты при лечении витилину, так и противоположный результат. И врач сам лично знает три случая, когда витилинг оборочилась излечить, как правило, которые были детки. Если речь идет о излечении витилинга в хронической форме, врач затрудняется, сказать, насколько лечение с помощью препарата Соноранджа будет эффективным. На данный момент государство старается уберечь потенциал этого препарата, чтобы улучшить эффективную эффективность. Кардамон. Какими лечебными свойствами он обладает и как его можно использовать? Врачный мир, насколько это можно использовать здесь, в кардамон, в виде его добавляют в кокосовую воду, смешивают вместе с кокосовой водой, и тогда это действительно положено влиять на организм. А так, в принципе, например, рожжение кардамона может улучшить работу пищеварительной системы, помогает при лечении респираторной системы, также помогает воздействовать на наш голос, чтобы он был более четким, ясным. а также кардамон очень полезен для мужчин при лечении бесплодия. С какого возраста дети можно давать специи и какие? практически выплываются в принципе, в принципе? О, дети могут вызвать остатки, как бы в 2-3 лет, но они начинают и дети срочно где дает специи, примерно, 2-3 лет. Но и к рукам, конечно, а скрытие, которые оскорбленные, а не острые. Более острые специи, например, это черный перец, и в него собрать длинный и низкий перец, и их лучше давать более взрослым, а, попозже. И врач-предель с такого мнения можно давать уже такие специи где-то после 5 лет. Следующий вопрос. Что нужно делать, чтобы увеличить активность? После приема пищи сонливость, страдая давно, повышенной сонливостью в 62 года. Конечно, в данной ситуации, когда происходит такая сонливость, к этому может привести, как правило, целый ряд причин. Например, что-то с гибридной системой, это может быть что-то с целый ряд причин. Для врача это знак того, что душа как-то преобладает, и мы не будем финансировать. Поэтому он предлагает вам ввести такой эксперимент на 3 дня, ограничить все с лаком, полностью. И сахар, какой бы он есть, и фрукты, и все, что содержит сахар. И посмотрите, как на вас это влияет. Обычно это очень хорошо помогает вбреки различных заболеваниях, которые возникают в задушеках. Вбреки, хамидурус и так далее. Проведите эксперимент и посмотрите, как это влияет на вас. Результаты лечения аэрведического, результаты аэрведического лечения при дистрофии сетчатки или катаракты. Конечно, в Аэрведе есть целый ряд различных видов лечения. на решение проблем с глазами, различных проблем с глазами. И даже в Аэрведе есть большое количество клиник, которые специализируются на проблемах с глазами. Именно в лечебных, может быть, 200-300 таких клиник. Чтобы ответить на ваш вопрос, врачу, конечно, необходимо знать намного больше детали. Это результаты, обследования и все остальные инфляции. Потому что, насколько это такая серьезная деятельность. Следующий, последний вопрос. Полиноз и цироицид. Как лечения? Как аэрведа лечить полиноз? Для этого есть целый ряд препаратов. Например, один из них – ручная лечуна в форме порошка, который слиживается с водой и принимается с плотами. Такой родный препарат помогает в некоторых случаях очень хорошо и полностью решит проблему полиноза. И также помогает нитродить то, что полиноза может в будущем перерасти. Например, масло и так далее. И в плане порошок и цироицидно. Поэтому есть целый ряд препаратов, которые принимаются внутри. А также процедуры, например, порешения или другие процедуры химинические. Также это вполне возможно сделать не обязательно в плане стационара. И можно взять препараты и все необходимое для процедуры. Это естественно домашнее условие. Продолжение следует... Спасибо. Врачи, хотел бы пожелать приятного вечера, но трудно слишком это произнести. Добрый вечер всем. На самом деле, фильм очень для меня статичным был, потому что я был дважды в клиниках, был в Айленте, а вот последний раз летом мы ездили всей семьей, это было 20 дней про Джарбич. И очень хорошее воспоминание, и, конечно же, в планах. Ну, и в этом году, в следующем обязательно довернуться. Выбор клиники, именно этот для меня был потом критерий. Ну, во-первых, рекомендации Владимира, а во-вторых, я обучаюсь, скажем, при Институте РДФ в Москве, и мой учитель Борис Рогозин, который 9 лет прожил в Индии, в общем-то, тоже остановил свой выбор именно на этой клинике, куда регулярно приводят студенты, то есть сам бывает фактически даже два раза в год. То есть его опыт, в общем-то, это, как он сказал, оптимальное сочетание цены и качества, то есть, все-таки, своя фабрика лекарств, и это не открыт. Это действительно клиника, это не шведский стол, это индивидуальный подход, то есть, ну, та самая у беда в действии. Вот. Ну, что касается, так скажем, моих успехов, то такое коротенькое сообщение о том, как мне в моей практике врача-берно-трениролога помогает аллергический подход, а именно так. Вот. Вот. Много сегодня говорили об этих же трех дожилах, то есть, ну, это на самом деле основополагающая тезис аюрведы, вот, который, за который, наверное, весь мир ей благодарен. Что нам позволяет? Доктор вчера же немножко не ослаблялся об их свойствах, но на самом деле это очень интересно, потому что они экстраполируются фактически на все сферы, на природу, на человеческий организм, вот. И здесь вот, даже я так специально от примитивных плей выделил те свойства дож, которые можно применить к коже человека, и тем самым уже где-то на каком-то этапе понять себя, и понять, оценить, кто перед тобой. Вы видите, та же вата эта сухая, ах, будет холодная, жарая. Если идет речь о ките, то это, конечно же, вот этот элемент огня, который дает и жар, и чувствительность к свету, и кроме того, это всегда жирная. То есть, капля это тоже жирная, холодная, то есть, но это уже и тяжесть такая, то есть кожа толстая, понимаете? Вот, и насколько мне это, как врачу, уже начинало играть, когда мы видим, не просто пациент-диагноз, а уже пациент со своими особенностями, и его диагноз. А если идти дальше, то я специально, ну, извините, может быть, такие немножко специфические, скажем так, медицинские снимки, но опять-таки, мы имеем питозаболевания. Я специально их поставил впереди, потому что это, конечно же, большинство кожных заболеваний, связанных с питом. И видите, здесь хорошо знакомы вот эти подростковые угри, когда они находятся в возрасте питы, и на всех рычах, то есть, связанные с эмоциональным состоянием. Вот, это псеварейный дерматин, это аллергический заболеваний, это тот же герпес, который часто беспокоит людей, и они на самом деле не могут понять, что конкретно это вызывает. А когда мы смотрим из позиции уверенности, смотрим их путь, понимаем, что они перегреты внутри, то есть, что они, когда возбуждение пива, то, конечно, герпес не будет провоцироваться, допустим, не простудой, а солнцем. Даже вот такие моменты. И та же наша красота, то есть, состояние выпадения волос. То есть, пит, она дает вот этот вот жар, который, которым выстрадали, но они страдают именно в цеменной области. То есть, это та самая андрогенетическая аллопеция, которая имеет связь с гормональным обменом. А пит, она является еще таким гормональным регулятором. То есть, и подход, соответственно, не просто уже, а с пониманием все-таки сути происходящего. То есть, здесь мы в медиках, мы идем от общего нарушения принципов организма, уже в частности. То есть, мы начнем лечить, условно говоря, ему герпес, у него может пройти и язва желудка, и станет лучше с волосами, и вообще его позже очистится и наладится, скажем так, пищеварив. Ну, это для примера. Что касается вата, то она, поразумевается, будет все-таки вот это состояние сухости и истощения. Здесь мы тоже поместили волосы, но здесь уже пропадение волос, она же андрогеннезависимая, как называемые, зоня затылочная. То есть, и волосы истончаются. На той же голове появляется сухость, то есть, запустующая пирог. Онихо-дистрофия. То есть, когда страдают, скажем так, предатки кожи, опять-таки, из-за того, что вот эта вата приходит к виду волосы. Ну и различные состояния связанных сухости, такие как пиротиоз. Ну, здесь немножко проявление, так скажем, связанных сухости и части головы, но опять-таки, это сухость. Что касается капла, то это, здесь можно легко узнать, допустим, в своих родственниках детей. То есть, то, что способствует росту тканей в организме. И мы получаем вот этот избыток. Папилломы, то, что начинает расти. Бородавки. Ну и отеки. И опять-таки, иногда достаточно просто пациенту, ну, скажем тогда, произведя там удаление и все. Ну, я так спрашиваю, как сладким увлекаетесь там, как там творожок уважаете. Вот, достаточно, и мы можем вот подкорректировать свое питание. И даже тоже лечение, скажем, подошвенной бородавки, а это для того, что занимать некоторое, не месяц, скажем так, идет гораздо успешнее. То есть, как я уже сказал, в своей практике сейчас я пытаюсь именно посмотреть на пациента с позиции ревведки, то есть с позиции дисбаланса тоже его организма. И повлиять на это тоже не просто какой-то таблеткой или мазью, а комплексно именно. А способы воздействия, как уже и говорилось, видите, разнообразно. Это и режим. Это и продукты питания, которые с точки зрения аэкологической диетологии имеют свои свойства, которые, соответственно, усиливают и ослабляют те же свойства в организме. То есть, ну, словно говоря, ватка будет приходиться в возбуждение от сухих продуктов. Ухлевцы, то есть то, что будет заниматься у нас как здоровое такое питание. Йога и праная. Соответственно, тоже это работа с умом, то есть достижение вот этого ментальной гармонии. Физическое воздействие различных факторов. То есть ватку можно греить, стандит, можно охлаждать, то есть так, условно. Ну, конечно же, препараты и лечебные масла. Да, это уже, это уже о ЮПИ, это, скажем так, конечно, это уже вне приема. Ну, и эротические процедуры, но на сегодняшний день, конечно, оптимальный способ это получение на выезде. Ну, вроде бы с кошами как бы все понятно и хорошо, но вот есть еще такое понятие, как АМО, ЮПИ, или токсины. Современная медицина, в общем-то, это как-то отрицает, относится к токсинам только непосредственно как к яду, которая попала. Не понимая, как организм может себя изнутри отравлять. Но, пробежитесь вот по этим принципам, это даже как тест своего рода. То есть два пункта, один и ключик. Вот, три иклюзика, ну, вам порадует чертар. Значит, и обратите внимание, что даже вот такие показатели, да, вот эти холестерии, билирулии, церрореактивный белок, показатели речевой кислоты, это все говорит о том, что организм загружен. Хронические инфекции. Часто женщины, приходящие, ну, они, наверное, трибрологи тоже приводят, с хронической молочностью. То есть, ну, так, ну, я попросил, смотрю просто, именно, действительно, часто это загруженный организм, то есть, наличие амби, дает повод размножаться тем же хроническим, тем же дезобактериозом, тем же тензелитом хроническим. То есть, это всегда больше. Спрашиваешь, сколько вы за зимом болели? Там, три и более раза. Как болели? Да нет, что-то лишено, пришлось, там, антикотики и все. Потому что это, ну, ненормальная, скажем, такая болезнь. То есть, это ам, которая осложняет даже нормальное выздоровление. Вот. Ну, что с этим делать, конечно? Мы можем улучшить оборудование, да, чтобы продукты, скажем, того. А, кстати, наиболее частая причина тоже, это еда вечером. Спрашиваешь, особенно у мужчин. То есть, когда они спрашиваешь, как правило, то есть, если ответственно кушают на ночь. Это вот не допереваривается, а накопливается. То есть, диетические ограничения. Ну, вот сейчас просто. Очень хорошо, кстати, для этого сезона. То есть, ограничить именно молочное продуктное мясо. Потому что за зиму много слизи накопилось. И весной вот люди из-за этого вот могут болеть. Поэтому даже наши славянские, казалось бы, сезонные рекомендации, но они актуальны. Вот. Ну, прием инферсакентов, я достичаю. Можно сказать, что вот на таком вот эту аму, то, что принято говорить, ну, сильно они не действуют. Там эти угли, там это разгели. То есть, наверное, какие-то все-таки более глубокие процессы. Вот. Аюридические препараты. Ну, курсы аюридические, то есть, мы в его студии иногда проводим. Но люди чувствуют себя лучше. Я реально смотрю на них пусть, но и пусть, да, улучшения есть. А мы уходим. У нас тоже остается, но инцидент улучшения есть. Пиявки. Это, кстати, классический аюридический метод. И врачи тоже используются, да? Пиявки. Да. Да. В одном из филиалов, да, делаем элементарь герода, и там называется вот это лечитерапия. И, как я бы поставил это на вершину, скажем, вот этого всего, это панчагарма. Хронические такие заболевания, вот, это панчагарма, это псориаз, то есть, что касается кожи, там, ну, сахарный диабет. Мой учитель, ну, Рогозин, Борис Латимович, говорит, надо начинать все-таки панчагарма в условиях инцидент. То есть, так вот, ну, это, ну, скажем так, ну, это то, что действительно работает и позволяет получить какой-то устойчивый результат, который можно здесь уже поддерживать. И который здесь, в принципе, ну, на сегодняшний день, даже в моем силе, даже его силе, ну, вот, достичь, скажем так, невозможно. Ну, что, так сказать, на заключение о возможностях и перспективах. Ну, я провожу эридические консультации на югоспудии Yoga Place. То есть, там, например, нужно, как они, как консультации по оздоровлению. То есть, режим диеты, ну, иногда препараты. Детокс-программы, семинары, планируется, вот, эридические диетологии будут в апреле. Вот, какой-то, может быть, эридический диетология, ну, и, конечно же, может быть, групповые эридические туры или бураж. Вот, поэтому, спасибо всем. Внимание! Субтитры сделал DimaTorzok